Ну что, всем здрасте, дамы и господа, с вами снова Константин Калуцкий. Чемпионат мира закончился, и поэтому можно потихонечку перестраиваться на наши внутренние российские дела. Возвращаемся в родные пенаты и обсудим трансфер. Трансфер московского «Спартака», но пока что не на подписание, а на продажу. Айртон, крайний защитник из Бразилии, остается у себя на родине. Он выкуплен, выкуплен за 7 миллионов евро. Напомню, что ранее он выступал на правах Аэнды в родной Бразилии. Ну и сейчас «Спартак» договорился о том, чтобы он окончательно отправился на родину. 7 миллионов евро удалось выручить красно-белым. Это не так много, как сообщали в прессе, потому что там были слухи про 9 миллионов и так далее. Но мы понимаем, что в нынешних условиях и это тоже хорошо, и это тоже вариант. Давайте обсудим, является ли это каким-то успехом для «Спартака» и сможет ли «Спартак», так скажем, использовать вот эти деньги, 7 миллионов, для укрепления команды и сможет ли он перестроить свой левый фланг. Потому что фланги обороны все-таки остаются проблемной позицией для красно-белых. И здесь, скажем так, Айртон, который долгое время закрывал эту позицию и закрывал, в принципе, неплохо, он в глобальном смысле, конечно же, стал потеей для красно-белых, которые до сих пор они компенсировать, наверное, не смогли. Давайте в этом во всем разберемся. Продолжение следует... Итак, касательно финансовой составляющей. Чисто технически можно сказать, что «Спартак» вышел в ноль. То есть футболистов в свое время покупали за 7 миллионов евро и сейчас продали за 7 миллионов. Конечно, кто-то скажет, так, постой. Во-первых, ему платили зарплату. Ему платили, наверняка, какие-то подъемные. Ну и, разумеется, нужно учитывать факторы инфляции. То, что 7 миллионов евро на момент покупки и сейчас, это немножко разные суммы. Но, с другой стороны, мы должны учитывать и то, что «Спартак», отдав футболистов аренду, все-таки какие-то деньги тоже за эту аренду получил. Так что, возможно, в итоге, включая все расходы, накладные и так далее, «Спартак», худо-бедно, может быть, действительно в ноль все-таки вышел. В любом случае, если называть вещи своими именами, построить футбольный бизнес на продаже футболистов в России, наверное, не удастся в ближайшее время. Потому что иностранные команды прекрасно понимают, российские клубы находятся в подвешенном состоянии. Если они не продадут своего игрока по дешевке, то дальше можно просто выйти на футболиста и сказать ему, мол, давай-ка поиграешь у нас годик. Так, воспользуйся правилом УЕФА, приостанови контракт с российским клубом, а дальше, может быть, поторгуемся и в итоге купим его. То есть в этих условиях, конечно, российские клубы прижаты к стенке и не случайно, наверное, то, что изначально были слухи, что «Спартак» получит девятку за «Айртона», а получил в итоге семерку. Поэтому сейчас, ну, к сожалению, нужно посмириться с тем фактом, что сам факт продажи футболиста за деньги – это уже большой плюс для российской команды. А если ты еще и вышел в ноль, то есть хотя бы не потерял, ну, это вообще здорово, потому что сколько историй было за последнее время, когда игроки, причем ведущие, которые могли бы принести хорошие деньги своему коллективу за счет продажи, в итоге просто приостанавливают контракты и сваливают. Вот «ССК» Эджуки взял, свалил, другие футболисты тоже в подвешенном состоянии, а ведь их можно было бы нормально продать и все. Так что здесь, наверное, «Спартак», в принципе, отработал неплохо. И если говорить о, скажем так, работе трансферного отдела, который занимается как покупками, так и продажами, то, наверное, это можно считать таким первым, можно сказать, успехом Эшфорта и его команды. Хотя вполне возможно, что и раньше уже были какие-то отговоренности. Но все-таки нужно учитывать, что сейчас обстановка поменялась, поэтому здесь «Спартаку» пришлось выкручиваться, искать какие-то варианты и выторговать эти деньги у «Фламенго». 7 миллионов евро, в принципе, неплохая сумма, и поэтому мы должны понимать, что у «Спартака» сейчас есть еще и свой бюджет, который, ну, по разным сведениям, составляет то ли 20 миллионов евро на зиму, то ли 30 миллионов. То есть, суммируя это все, может получиться хорошая сумма, из которой можно, скажем так, выжать максимум, если грамотно ее вложить. И вот сейчас «Спартак» может сосредоточиться как раз-таки на укреплении оборонительных рядов, в том числе и флангов обороны. Левая бровка, бровка Айртона, она, конечно, не являлась самой проблемной позицией в защите красно-белых. Мне кажется, куда важнее закрыть позицию второго центрального, где после ухода Жиго нету равносильного футболиста. И, конечно же, правый фланг обороны, который уже стал притчей во языцах касательно «Спартаковской» селекции и того, что они никак не могут найти здесь хорошего, надежного крайка. Левый фланг, ну, скажем так, он, наверное, провис в каких-то моментах по сравнению с лучшими временами Айртона и лучшими сезонами. Но здесь все-таки есть Хлусевич, игрок сборной России, который, в принципе, худо-бедно адаптируется к позиции крайнего защитника. Ранее он был либо вингером, либо латералем в роли крайка, который закрывает всю бровку по их трех центральных защитниках. Сейчас, ну, пришлось ему перестроиться на классического фуллбэка левого защитника. Это потребовало очень серьезных усилий и очень много позиционных ошибок было у Хлусевича. И мы помним знамятое видео, где даже Абаскаль как-то, знаете, по-отечески так подходит и начинает дергать Хлусевича, мол, зараза, ты такая ошибаешься, но все равно тебя люблю и уважаю. Ну, то есть, понятно, что Хлусевич часто косячит, но худо-бедно он начал прибавлять, а в плане атаки он, в принципе, очень даже неплох. Так что здесь, ну, не то чтобы это стало, ну, не то чтобы красно-белые нашли равносильную замену для Айртона, но Хлус, конечно же, старается. В плане атаки он, вполне возможно, сопоставим с Айртоном по своему потенциалу, а в плане обороны, ну, конечно, сказывается то, что это не его позиция, но, с другой стороны, и Айртон, будем откровенны, далеко не всегда был идеален в защите. Это классический бразильский краек, который об атаке думает больше, чем об обороне. Поэтому здесь в атаке все, в принципе, неплохо, в обороне, ну, знаете, как в том самом анекдоте. Вы и раньше жили бедно, вот и начинать не стоит. И раньше у Спартака тут были проблемы, и сейчас ничего не поменялось. Поэтому Халусевич все-таки, набирая опыт, будет прибавлять в этой позиции. Поэтому, если дать ему время определенное на то, чтобы он продолжал свою адаптацию, на то, чтобы он продолжал здесь осваиваться, то, в принципе, постепенно из него может выйти очень приличный крайний защитник. История трансформации крайнего хавбека в крайнего защитника, который начинается с эксперимента и заканчивается просто постоянным использованием футболиста на этой позиции, она достаточно популярна в современном футболе. Вспомните, там, не знаю, Наваса того же самого, начинал крайним хавбеком, причем классным. Последние годы играет крайнего защитника и тоже чувствует себя великолепно. Матье, там, я не знаю, Альба, вот все эти ребята, которые играли когда-то крайних хавбеков, оказались в Барселоне, оказались крайними защитниками. Ну, а Матье еще до этого в Валенсии начинал играть крайним защитником и так далее. Много было таких историй, поэтому здесь, ну, в принципе, это вполне себе допустимый вариант. При этом Спартак, в случае, если удастся договориться, наверняка найдет сильного левого защитника в качестве альтернативы и конкуренции для Холусевича, и в том числе для того, чтобы использовать Холусевича в атаке. Он ведь по родной позиции все-таки вингер, и поэтому здесь возможны разные тактические варианты, и, возможно, использование Холусевича в передней линии. И для этого нужен надежный крайний защитник на подмену. Ну, как минимум, посильнее Рыбуса в его нынешнем ветеранском виде. Поэтому здесь, мне кажется, Спартак, в принципе, может оставить все как есть, и это будет не самая проблемная позиция, а может попытаться укрепить, и это расширит. Функционал расширит обойму для Абаскаля и станет дополнительным плюсом в ротации состава. Но это не принципиально, и это только в случае, если будут найдены хорошие средства на укрепление данной позиции после укрепления более приоритетных позиций крайнего правого и центрального защитника. Так что здесь, в принципе, Спартак, ну, скажем так, наверное, хотел бы сохранить Айртона, но в нынешних условиях, если легионер сам собрался уходить, если за него предлагают реальные деньги, а не пытаются воспользоваться правилом УИФА, то почему бы не согласиться? От греха подальше, как говорится, а то уйдет потом бесплатно, и поминай, как звали. При этом позиция в каком-то смысле, может быть, и провисла в исторической перспективе, но она не является главной проблемой красно-белых на данный момент. И Хлусевич — это человек, у которого есть потенциал прибавлять в своей зоне. В конце концов, он еще и моложе Айртона, поэтому еще есть время для развития.